еще раз всем привет меня зовут антон токарев это доклад про то что unreal engine 4 это отличный инструмент прототипирования для начала чуть-чуть расскажу про себя совсем чуть-чуть я геймдизайнер по профессии кровоиндустрии 8 лет может уже чуть чуть больше в андре ленджи не с андре ленджи нам я знаком с 19 марта 14 года это когда вышла версия платная 4.0 об этом чуть-чуть еще мы поговорим сегодня и на данный момент я лид технический дизайнер не могу называть студию и преподаватель курсов по unreal engine на площадке на этологии и в индикаторе когда ребятам нужно помочь я тоже помогаю также я продюсер инди команды diasura team на проекте мослов и вот скриншотик у нас прекрасного арта от саши дрозд нашей концепт художницы это наш маленький pet project у всех разработчиков есть pet project мне кажется но если нет то обязательно был или обязательно будет идем дальше о чем я буду говорить сегодня вам буду рассказывать во первых почему unreal engine 4 так хорош так хорош прототипирование во вторых расскажу об основных системах движка на примере темплейтов и проектов примеров которые в нем есть вам может показаться что это очень похоже на какую-то рекламную какую-то рекламу на какую-то рекламную акцию что я так хвалю это все и подробно разбираю но лучше воспринимать это как экскурс потому что если бы это была реклама то наверное team свинни как-нибудь как-нибудь я законтачился бы с тимом свинни чтобы мне заплатил за рекламу да но нет это экскурсия экскурсия в прекрасный мир unreal engine и третье третий пункт того о чем буду говорить это блюпринты я не буду рассказывать о том как писать на блюпринт на блюпринтах нужно 25 за 30 минут невозможно рассказать как это делать очень ну вот у нас на этологии был чудесный маленький марафон на три занятия по часу и мы за эти три занятия сделали как бы на горячую английский runner бесконечную бегалку под мобильное управление со свайпами на готовых ассетах которые есть в marketplace но как бы на это уже нужно было три часа так что тут за 30 минут не управиться но я расскажу общие принципы конечно же итак кому может пригодиться сегодняшний доклад в принципе раз вы пришли посмотреть это все во первых как гейм дизайнером по механикам это прототипировать непосредственно механики системы и ю и ю и x гейм дизайнером по балансу это монетизация математика инструмента аналитики в том числе прототипировать конечно же нарративным дизайнером также прототипировать механики нарративные скриптовые события какие-то пробовать может быть пользоваться каким-то инструментарием которые вам уже дали прототипировать свои какие-то обертки наработки левил дизайнером прототипировать интеракции на уровнях всяческие волюми интерактивные всякие двери с ключами и загадки и вот это все. Техническим художникам, понятно, это пробовать разные пайплайны для шейдеров, пробовать разные арт-технические пайплайны и прочее. В зависимости от того, какой проект вы делаете, там, мобильный, триплый, консольный, реализм, стилизация и так далее. Художникам по окружению, конечно, прототипировать некие блюпринт-утилиты можно создавать, прототипировать себе для автоматизации рутинной работы, например, какие-нибудь батчинги, ассетов и прочее. Саунд-дизайнерам интегрировать и параметризировать звуки, да, и программистам быстро проверять идеи реализации, конечно же. Зачем еще программистам нужен скриптовый язык? Очень быстро что-то проверить. Что нужно знать, чтобы сегодня вообще понимать. Надеюсь, сейчас не отвалится половина аудитории, а то и больше. Конечно же, нужно обязательно понимать, что такое переменные функции и логические выражения. Абсолютно необходимые знания в принципах объектно-ориентированной программирования. Сегодня сложная техническая лекция. И принципов и классификации шаблонов и паттернов программирования. Тут я, конечно, слукавил. Сегодня нам понадобится только общее представление, что такое переменные функции и логические выражения. Так что можно прямо сейчас и врываться в это все. Итак, чуть-чуть маленький исторический экскурс про Epic Games в принципе. Epic Games, которые были когда-то Epic Mega Games. Они сейчас Epic Mega Jam'ы делают. Тимом с Winnie была основана в 89-м году. Они выпустили Unreal и движок вместе с ним. Unreal — это прекрасная игра 1998 года. Сменили название стали Epic Games. 19 марта 2014 года выходит Unreal Engine 4. Как раз я с него и начал изучать Unreal Engine 4. С третьим UDK с этим я не знаком совсем. Ну вот, начал с четверки. И платил целый год практически. Почти целый год по 19 баксов. Очень радовался. И потом Epic делают его бесплатным. Я еще больше радуюсь, потому что все деньги, которые я заплатил, Epic кидают на внутренний кошелек и дают возможность на внутреннем магазине в своем ассет-стор купить разных ассетов внутриигровых. Тогда, конечно, этот ассет-стор был очень гуцый по сравнению с текущим моментом. Но все равно очень прям здорово я там закупился сразу всякими шейдерами, блюпринтами, вот это все. И в 18-м году в декабре появился Epic Games. Его, в общем-то, не очень хвалят за его нестабильность и не очень так производительность, но все равно достаточно удобная в принципе штука. Не знаю насчет того, что покупать игры, но с движком и проектами через него достаточно удобно работать и манипулироваться. Ну и самые внимательные и с хорошим зрением на этой трансляции заметили звездочку. Конечно же, он не бесплатным стал в 15-м году, а если вы заработаете на нем больше миллиона долларов на этом движке с продаж своей игры, то 5% выручки Тиму Свинни, конечно, нужно будет отдать. Так что, если вы крупная корпорация, то стоит это учесть. А если вы маленький инди, который, если заработает миллион долларов, то это же счастье, почему вы не отдаете 5%, ну, ну, камон, это же камон, ребята, это Тим Свинни. Итак, основные материалы, которые я буду использовать на этом докладе, как я уже озвучивал, по сути, это темплейты и как они называются-то? А, ну да, темплейты, держи у меня странички, это темплейты, официальные темплейты или преднастройки проекта. И если сейчас прям взять, открыть прекрасный Epic Games Store, слева есть такая колонка, и внизу выбрать Unreal Engine, и во вкладчиках выбрать библиотека. Тут много всего, можно запустить движок, правда, не по центру экрана, вы увидите, что Unreal Editor залез немножко, но не страшно. и вы увидите вот такую классную штуку. Здесь можно создать разные типы проектов. Вот, вот икрашнулся, вот икрашнулся Epic Games Store. Можно создать игру, и вот они, темплейты, те, что на скриншоте, и я могу сразу из коробки иметь какой-то тимплейт, очень интуитивно, и все круто. Я чаще всего почему-то я такой любитель консольных third-person шутеров, выбираю third-person тимплейт. Также выбираю чаще всего no-starter content, но для начала можно и со starter контентом запуститься, там всякие, немножко всяких красивостей, но без вычурности. И тип проекта можно сразу выбрать blueprint, можно выбрать C++, и там все равно будут blueprint-ы. Если вы плюсовый программист, то можете сделать базовые классы в плюсах, я об этом чуть побольше расскажу, и использовать их как для наследования в blueprint-ах, и override-ить какие-то функции, вообще использовать какие-то функции. Надеюсь, терминология кому-то знакома. Ну и здесь the big D l1, давайте тестовый проектик создадим. Скорость создания, открытия проекта, конечно, зависит от технических характеристик вашего ПК. Ой, секундочку. Ну и вот у меня такой проект. Все, из коробки у меня есть third person. Third person. Это первая часть материалов, которые сегодня используем. Вторая часть материалов это у нас материалы к докладу официальные образовательные проекты и примеры, как гласит этот слайд. Что нам интересно оттуда? давайте еще раз я открою фонду Games Launcher. Не знаю, почему он крашнулся. Зайду в обучиться. Обучиться. И как здесь указано, есть content example и blueprints. Это то, что мы сегодня посмотрим. Я их уже предустановил и если вы себе сейчас будете ставить, то скорее всего там начнут компилироваться шейдеры, если вы понимаете, о чем я. и это может, если у вас не очень мощный процессор, сильно нагрузить ваш ПК. Так что я думаю, не стоит этим сейчас заниматься. Лучше смотреть стрим и наслаждаться. Но после стрима вы можете поискать их. Здесь есть content example. Ну, конечно, где-то еще у нас были блюпринты. Я их что-то не вижу. Где вы блюпринты? Вот они, блюпринты. Они тут есть. У меня они уже запущены. Нет, у меня content example запущен, но блюпринты потом. И чем же вас встречает проект content example? Это такой прекрасный проект, который, во-первых, показывает структуру, пример структуры, как можно располагать ассеты в проекте в контент браузере. Их можно там открывать до четырех, если вас пугает все это, не пугайтесь. Очень коротко. Обычно это выглядит вот так. Здесь есть place actors, здесь есть world outliner, здесь есть центральное окно, в котором viewport, и видно все, что происходит в текущем открытом уровне, который называется example project welcome. К слову, ой, где-то у нас презентация. Example project welcome это стартовая карта по умолчанию, с которой вас и встречает контент example. И сразу мы во viewport видим, что здесь есть что-то интересное, сразу видим кнопочку play, хотим нажать, я верну world outliner, как мне удобно. Layout, как вы понимаете, вашего проекта, не проекта, а редактора Unreal Engine можно менять, как вам удобно. Есть всякие штуки, которые можно прятать, всякие разные вкусности, их очень много. Познавать можно практически бесконечно Unreal Engine. Ладно, шутки в сторону. Самая важная папочка для нас сейчас это папочка maps. Здесь есть много карт, в которых много всего интересного, про что я сегодня и рассказываю по сути. И почему это интересно и полезно. Но это не реклама, это экскурс. Экскурс. Итак, если я нажму play и F11, то на фуллскрин, надеюсь, сильно трансляция не будет тормозить от этого фуллскрина, я увижу, что здесь мне рассказывают, выберите карту, которую хотите открыть через файл Open Level, хотя можно через контент браузер открывать, что есть разные демо стенды, как они выглядят, есть разные всякие симуляции и есть всякие интеракции. И вот уже на самой первой, на самом практически первой карте в проекте Content Example появляется один из ответов на вопрос, почему же так прототипировать классно в Unreal Engine. это потому, что мы можем копипастить всякие штучки прямо отсюда, прямо куда-нибудь. Например, нажимаю Escape, там, где я играл, там, где я ходил персонажем, спектатором, оказывается, камера во вьюпорте. Я могу открыть, выделить любой блюпринт. Блюпринт это ассет с логикой с какой-то. Они вот такими шариками отображаются, и их основная суть, их название Actor, это их базовый класс, самый базовый класс это Object, но те, кто находятся в сцене, в уровне, который называется сцена в Unreal Engine, их называют Actor, актеры, актеры на сцене. Так вот, каждый актер, каждый актер имеет свой набор свойств каких-то, в том числе положение в пространстве, как мы видим, и здесь есть какая-то Target Blueprint Default, какая-то штучка, пипетка, и какой-то Blueprint BP подчеркивание Gears, давайте нажмем на него, и мы увидим, что в уровне они связаны, вот эта кнопка и вот этот парень. И если мы нажмем Play, нам придется так, можем ли мы нажать Play отсюда, да, мы можем нажать Play from here, начать отсюда, нажать кнопочку и увидим, что шестеренки кружатся, 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 мы можем сразу же посмотреть, как это сделано, нажать Ctrl E, какие-то страшные графики, увидеть страшные ниточки, про Blueprint я попозже чуть-чуть расскажу, но в принципе если чуть-чуть в этом разобраться, вы уже сможете даже просто прочитав, вы увидите, что он компонент Begin Overlap, когда кто-то пересекается с триггером, начинает пересечение, у нас запускается какая-то, ну тут явно Play, Стоп, значит что-то такое, анимированное, да, какая-то логика запускается, здесь всякие проверочки, проверочки, и есть синий, синяя такая нода, маленькая, овальная, у которой здесь в переменных, вам нужно знать, что такое переменная, это переменная, у которой стоит Glass, Instance Editable, и этот параметр отвечает за то, чтобы эту переменную можно было редактировать прямо из редактора, из окна Details внутри сцены, вот это, и по сути здесь вы видите, что non записано, ничего, если бы здесь было, когда происходит вот этот оверлап, тут после всяких проверочек, неважно, что там происходит, важно, что для этого объекта вызывается toggle on или toggle off функции, функции тоже, вы должны немножко понимать, что такое, терминологию имеется в виду, и это функция это функция toggle что-то делает, ну, включает-выключает явно кого-то, я полагаю, что вот этого парня, но в уровне этим парнем, видите, у нас обозначен gears, если я нажму желтую стрелку, спрошу это обозначение, сохраню карту, нажму play, надо было play from here, да, быстро прилетел, нажимаю play from here, захожу, и шестеренки-то не крутятся, шестеренки-то не крутятся, но если я опять возьму пипеточку и выделю этот gear, сохраню уровень, нажму play from here, шестеренки закрутились, закрутились, следовательно, мы можем подсмотреть, ой-ой-ой, что-то открылось у меня лишнее, control-e, подсмотреть вот эту логику можем, открыть control-e, открыть эти шестеренки, посмотреть, что тут за toggle event, что он тут в тике, вот он что-то тут делает, вот шестеренка 1, шестеренка 2 и шестеренка 3 в тике объекта, это значит каждый кадр, когда он включен, первая шестеренка ей локальное вращение назначается, второй шестеренки и третий тоже локальное вращение, ну, видимо, в обратную сторону, видите, с rotation speed с какой-то скоростью, и вот это, по сути, логика уже позволит нам что-нибудь крутить, например, помните, у нас открыт тут с вами top-down проект, и мы возьмем так здесь создадим папочку blueprint, создадим здесь первый наш свой вектор, актер, тестовый blueprint, так, я еще сделаю с вашего позволения настройку, чтобы окна открывались все в одном окне, и вот event graph, где всякая логика происходит, вот здесь есть event tick, пока просто наслаждайтесь, я добавляю некий куб, неважно, что это за куб, вот он появился у нас во вьюпорте, и я могу этот blueprint добавить в уровень, вот он наш blueprint, у меня есть логика, у меня есть здесь логика, да, и я беру вот это все, копирую из одного проекта, вставляю в другой проект, соединяю белую нить, про нее чуть-чуть расскажу дальше, чуть-чуть буквально, единственное, что я повторяю соединения, которые были, и вижу, что тут, ну я можем нажать compile, тут ошибки, страшно, ошибки, это страшно, у меня здесь один куб, давайте тогда один куб поставим, уберем нам для вторых шестеренок, вместо шестеренки я добавляю наш куб, здесь вот этот компонент с кубом, branch on, off, я пока что выключу, для примера он нам не нужен, чтобы время не терять, и дельта секунды, вот они у нас, set и get функции, которые устанавливают или берут значение переменной, мне их нужно, вот эти штуки, превратить в переменные данного блюпринта, потому что этот блюпринт, этот компайлер не знает про них, что это переменные его, здесь есть правой кнопкой на серую, эту красную, серую с error ноду нажимаю, нажимаю create variable delta second, нажимаю compile, все, одна только ругается, и на rotation speed, я нажимаю create variable rotation speed, compile, все, ошибок нет, единственное, давайте подсмотрим, а какая здесь rotation speed, 80, копируем rotation speed, 80, нажимаю play, и вот у нас уже кружится кубик, и как только я выключаю ему тик, он перестает кружиться, по сути, я взял логику из проекта примера, который лежал в welcome screen вообще, это просто, и единственное, что мне для этого нужно знать, как я первые пункты обозначил, мне нужно знать, что такое переменные, что такое функции, в принципе, ну и в редакторе, а, что такое execution flow, я про него чуть-чуть расскажу позже, чуть-чуть позже, интрига, и, в общем-то, у меня уже крутящийся куб появился, вот я хотел, я увидел шестеренку, захотел, чтобы у меня тоже что-то крутилось, и оно у меня закрутилось, завертелось, но здесь очень, это же экскурсия, я же не могу останавливаться на каком-то конкретном одном примере, давайте сейчас пробежимся по основным примерам, я не буду во все карты заглядывать, только в некоторые, итак, для, на тематику аудио не очень много в этом, в content example есть, на самом деле, хотелось бы больше, но есть отдельные, отдельное обучение, вообще, кстати, learning программа у эпиков просто офигенная, она где-то у них, секундочку, тра-та-та, это вот Unreal Online Learning, очень крутая, единственное, что там нужно, это знание английского, вот там нужно знание английского, в редакторе Анику, конечно, тоже нужно, но там без него никак, но в принципе в игровой индустрии без знания английского, знаете, тяжело, итак, так, я на шестеренках, а мне нужно, примеры аудио, есть параметризация, примеры запуска различного звука, чтобы он там в цикл входил, чтобы он там проигрывался, какой-то стартовый элемент, потом цикл, потом финальный элемент, и общие принципы звукового позиционирования, чтобы звук там мог быть привязан к координатам в пространстве, чтобы у него было затухание какое-то, и вот это все. Дальше у нас идут animations, анимации, и для этой категории у нас есть карты animation и physical animation, это, конечно, стоит показать, потому что это клево, вообще все, что с анимациями связано, оно весело, интересно и клево, не так скучно, как нодики блюпринтов, и animations у нас, здесь в контент-браузере есть поиск удобный, physics экстребрируется через u, y, так, physical animation, и здесь я также могу запустить play, и, допустим, включать физику для отдельных костей, и сразу видеть, как там, здесь анимация не проигрывается для ноги, здесь анимация не проигрывается для головы, и процент влияния физики, по сути. И это все, понятно, все эти настроечки можно посмотреть прямо в анимейшн-блюпринтах, в отдельных типах блюпринтов, в которых можно, по сути, для себя что-то подлететь, когда вы что-то хотите сделать. Вы знаете, что вам нужно, чтобы зомби был какой-то вот уныленький, да, и вы думаете, а анимацию зомби, а может ее как-то разнообразить, может добавить какой-то физики к этой анимации, и уже филинг меняется. Получается, не просто анимация, а какой-то характер. Дальше у нас визуальные эффекты. Это две карты, три карты эффекта, Niagara и Niagara Advanced. Эффект это старая система частиц, обычная, которую, ну, ее поддерживают, но, насколько я помню, она такая уж Legacy, каскад называется, Cascade, почему я по-русски написал Cascade, спешил. И система частиц Niagara, это новая система, возможно, вы видели классные примеры ее в недавнем ролике Unreal Engine 5, конечно, ну, как недавнем, полгода ему, да, уже, но Niagara-то у нас есть, а Unreal Engine это пятого у нас нет. Так, шейдеры считаются, не считаются, вроде, вроде нормально все. Так, здесь что-то было классное, сейчас я, сейчас я покажу, а вот, здесь, ой, блин, да, здесь у нас такие жучки, которые разбегаются от фонаря, и это фактически логика из коробки, по сути, есть фонарь и есть неагаровые, неагаровая логика, которая на этот фонарь реагирует, никакие там оверлапы не работают, ничего. В общем, ничего кастомного не придется делать, можно взять вот этих таракашек и уже делать прототип хоррора своего, все же хотят хоррор свой, надеюсь, у вас не тормозит. И видно все хорошо. Так, идем дальше. У нас еще, мы где-то на серединке, надеюсь, мы не сильно задерживаемся. Environment, Антон, на самом деле, я бы с удовольствием послушал тебя подольше. А сколько у нас времени? Сколько у нас времени? Сколько, сколько? У нас осталось 8 минут, но у нас еще вопрос от аудитории. Давайте я тогда быстренько пробегусь, не показывая редактор, окей? Давай. Прямо быстренько. 4 минуты. 2 минуты турецкий. 2 минуты турецкий. Итак, Environment Artist. Вообще, эту презентацию, я думаю, ребята с ссылочкой добавят к... Ну, кстати, наверное, эту-то не стоит. Я подготовлю презентацию, которую ребята с ссылочкой добавят, и вы сможете посмотреть все это. Да, да. Буквально через 15 минут после стрима будет ссылочка. И там есть все примеры, но, как я уже говорил, вы можете открыть просто Content Example. А я сегодня такой. Хотел побыть экскурсоводом, но немножко забуксовал. Environment Art. Очень много всяких примеров по ландшафту, по декалям, по освещению, по рефлекшн, по отражениям, по постпроцессам. Очень много всего полезного. В левел-дизайне очень много полезного связанного вообще с workflow, как делается блокинг и вот это все. Geometry editing, как делать внутри движка без какого-то 3D-редактора себе блокинг. Чуть ли не домик можно нарисовать себе, чтобы потом художник его заменил на какой-то финальный ассет. Работа со сплайнами, обязательно левел-стриминг, обязательно навмеши. По навигейшн-мешам бегают человечки обычно, с которыми вы там либо воюете, либо разговариваете в играх. Technical Art 2. Посмотрите, сколько просто тут список, я его не перечислюсь, специально такой большой список составил, чтобы не перечислять. Как раз я думал, я так, ну, я думал, у меня еще минут 10 есть. Technical Art очень много может себе подсмотреть без ковыряния в форумах, без таких штук, хотя в форумах тоже нужно ковыряться и в чатиках, и в дискордах общаться обязательно, но здесь примеры не всегда актуальны, скажу честно, не все примеры актуальны, но очень много всего можно подплететь. Конечно, геймплей, программингу тут вообще дофигища всего. Есть в контент-экземплах примеры работы с математикой, вот на скриншотике графики всякие, с физикой очень крутые примеры, с инпутами, конечно же, всяческие коммуникации блюпринтов, как они взаимосвязаны, вот как там кнопочку мы нажимали, да, и чуть-чуть буквально я расскажу про блюпринты, вот то, что я вначале делал, это визуальный скриптовый язык программирования, хотя если я его скопирую в какой-нибудь текстовый редактор, то он будет выглядеть как текстовое описание, в каком месте находится эта нода и с какой она связана, грубо говоря. Это скриптовый язык программирования, но визуальный. Ноды – это те узелки, вернее, те квадратики и плашечки, которые я тянул, если я вот так вот открою, вот каждая эта штучка – это нода. И последовательное исполнение кода программы на языке блюпринт – это такой белый, белого цвета линия – это execution flow, то, что у вас, если у вас обычная программа идет по строчкам кода или прыгает по функциям, то здесь все эти прыжки, все эти переходы осуществляются с помощью вот этой белой ниточки и стрелочек. Она однонаправленная, как вы видите. И в Unreal Engine, если вы заметили, всякие цветастые красивые штучки вот здесь вот, эти зелененькие, эти синенькие, эти голубенькие, здесь какая-то фиолетовенькая, здесь красненькая. Это все цветовое кодирование, особенно переменные кодированию подлежат цветовому, ну и много других разных элементов систем. Ну и как в конце я хотел показать очень хорошие примеры, примеры кода, кодирования на блюпринтах, конечно же. Вот тут видно, что очень хороший пример. Вот очень хороший пример. Мне кажется, сразу все читается, понятно для чего, зачем, да. и вот здесь сразу видно, зелененькие, это у нас флоты, красненькие, это у нас буллин, переменные. Все идеально читается. Надеюсь, вы заметили иронию. В общем, блюпринты, это инструмент, которым нужно уметь пользоваться, конечно, его нужно изучать. контент-экземпл дает очень много примеров, но как бы вглубь копать есть куда. Но помните, что вы можете все это использовать для того, чтобы прототипировать. Итак, заключение зачитывать не буду, вы все его видите. Вопросы, если какие-то, есть ко мне? Во-первых, спасибо тебе большое, что ты нашел время. Ты пришел, хотя немножко скомкан в конце. Наверное, надо было выделять на тебя времени побольше. Может, я перестарался с презентацией? Может быть, да. Вопросов есть несколько. Первый вопрос, он такой, насколько тщательно нужно следить за проектом в Unreal Engine, чтобы не получился 3D-экшен? На самом деле, это очень, очень хороший вопрос, потому что все, что не делают в Unreal Engine, получается почему-то шутер от третьего лица, не знаю, у всех. Тут проблема вот в том, Borderlands получился артерового. Часто сравнивают Unreal с Unity и спрашивают, типа, кто круче. Я обычно отвечаю на этот вопрос, ну, там, есть серьезные инженеры, программисты, которые со мной спорят, ну, так, по-доброму, но мне кажется, я прав в этом ответе. Я обычно отвечаю, что в Unity по умолчанию все выключено вообще, и, типа, ты собираешь из Unity что тебе надо, а в Unreal Engine по умолчанию сразу все включено, и включено под шутер от первого лица и рендер, и все, весь пайплайн, все, короче, под шутер от первого лица, такой AAA, физик или бейст рендеринг, все, короче, круто. И чтобы сделать, допустим, мобильный какой-нибудь 2D рисованный пазл, тебе надо все очень муторно отключать, но это сделать очень несложно. Так, к сожалению, все вопросы, которые пришли в чат, мы не успеем озвучить, потому что мы ограничены по времени, поэтому после того, как мы закончим, Антон отправится в спешл чат и там доозвучит эти вопросы. Тем не менее, еще парочку я задам. Давай, давай. Вопрос звучит так. Не считаешь ли ты, что когда геймдизайнер немного умеет в код или там какие-нибудь блюпринты, то он будет подсознательно себя ограничивать в рамках знакомого инструментария в процессе придумывания геймплея? Не является ли это проблемой? У меня мурашки побежали от этого вопроса. Очень крутой вопрос. Подарите ему что-нибудь. Классный вопрос. Ну, серьезно, абсолютно. Очень крутой вопрос, потому что когда ты в чем-то креативишь, ты можешь думать либо от идеи, либо от инструментария. И если ты знаком с инструментарием, то ты фактически себя инструмент... Ну, допустим, ты думаешь, а вот как мне сделать в квартире ремонт? И у тебя дома только молоток. И если ты будешь ограничивать себя только молотком в своих представлениях о ремонте, то как бы много ремонта ты не наделаешь. Поэтому если вы не очень хорошо знакомы с Unreal Engine или вообще с любым инструментом, то, скорее всего, он вас будет ограничивать. Но с другой стороны помним, например, мы все прекрасный Silent Hill. Там было техническое ограничение на фреймрейт из-за того, что нельзя было просчитывать много, далеко картинку. И они сделали туман. И получился самый крутой хоррор вообще эпохи просто. Так что, с другой стороны, какие-то технические инструментальные ограничения могут дать вам буст куда-то в узкую геймдизайнерскую специфику. В общем, надеюсь, я ответил на этот крутой вопрос, но вопрос классный. Спасибо тебе большое. Спасибо вам, что позвали. Жалко, что у нас... У меня тут еще чуть-чуть спасибо. Там же видно еще экран. Всем хорошего вечера. Хорошего вечера, Антон. Спасибо тебе большое. Да. Спасибо.